Годовалый японский журавль Жура проводит последние часы в Центре реабилитации тигров и других редких животных в Приморском крае. На него наденут GPS-трекер и вскоре выпустят в дикую природу. Вместе с ним улетит и двухлетний Квотер. Журу спасли летом прошлого года в еврейской автономной области. Квотер родился в Муравьёвском природном парке Амурской области. Впервые в дикую природу его выпустили в прошлом мае. Осенью по неизвестной причине журавль сбился с миграционного пути и не улетел на зимовку. Птицу нашли сотрудники Центра «Тигр». Журавлей поместили в один вольер в надежде, что более опытный Квотер будет воспитывать журу. «Да, я думаю, что он многому чему обучил. Каким-то, может быть, они там на своём как-то языке, какие-то повадки, всё. Вот это и журавлю, жури очень сильно поможет при выпуске это. Ну вот, что они будут вдвоём, что он и обучит чему-то поведению, потому что журавль жура молодой и не пребывавший, естественно, в среде, и он бы не справился». Сотрудники Центра тоже обучали юного журу. «У нас задача была его, скажем так, выполнить роль родителей, научить его сымитировать здесь условия приближённой к природе. Ловили рыбу, научить, ну, скажем так, выживанию к самостоятельной жизни в природе». Птиц выпускают в охраняемой зоне Ханкайского заповедника. Здесь проходят миграционные пути японских журавлей. «В момент пика миграции очень важно выпустить журавлей в то место, где проходит пролёт, и чаще всего в гнездовом ареале, чтобы они там смогли соединиться с другими журавлями, адаптироваться к ним, влиться вот в эти небольшие группы, потому что неполовзрелые птицы создают между собой вот такие небольшие группы, пока они не создали пары. И дальше вместе перемещаются, как-то вместе живут, кормятся вместе. От этого очень сильно зависит их дальнейшее выживание». Первую неделю специалисты будут наблюдать за журавлями. Буквально через несколько дней станет понятно, насколько хорошо птицы приспосабливаются к жизни в дикой природе. Японский журавль – малочисленный вид. Он занесён в Международную красную книгу, а также находится под охраной государства в России.